Дорогие мои, послушайте внимательно. Коммуникация происходит, где вас поняли, а не там, где вы что говорили. Мало ли, что ты говорил-то. А я ему сказал, я ему говорил, я ему написал. Это чушь собачья, это все. Коммуникация там, где тебя поняли. Часто происходит, что ваш сотрудник говорит, я ему сказал, я ему это написал, я ему объяснил, я ему отправил. Ну что, что ты отправил? Как он тебя понял, вот это важнее, а не то, что ты писал или что ты говорил. Коммуникация происходит там, где именно тебя поняли. Ты написал, а ты проверил, что тебя поняли. А ты говорил, а ты действительно убедился, что он тебя понял так, как должно быть, чтобы мы получили ожидаемый результат. А у нас в мозге что происходит? Я же ему сказал. И мы думаем, что как будто если я сказал, он так понял. Это означает, что большинство случаев мы не доведем до конца свою часть задачи. Это как роль жизни руководителя. Руководителя жизни такой. У него идея появится в голове, воображение он чуть-чуть понимает, больше никто не видит. Так? Он придет, потом начнет почтенную рассказывать, делай вот такое. А он думает, это что, так дверь делать что ли? Он сам не поймет. Вы понимаете, да? Это означает, что пока ты сам не оттачиваешь, не выяснишь свою мысль, ты не можешь его до него донести. И плюс к тому, и самое важное, чтобы он тебя правильно понял. Коммуникация там, где тебя поняли, а не там, где ты говорил. Ты говоришь, но не факт, что тебя правильно поняли. И внимание обратите. Это настолько необходимая вещь. Вот сейчас теперь анализируйте вашу работу с сотрудниками. Вот это происходит у вас с сотрудниками. И чаще мы обвиняем их. У нас такое ощущение, что как будто вот он же не то делал. А на самом деле, а кто ему, а задача ли это делать-то? Знаете, над чем я столько усилий вкладываю, работаю для вас? Что вы стали лучшим управленцем, лучшим менеджером. Когда вы научитесь очень хорошо поставить задачу, и задача, чтобы этот человек понимал, как это делать, вам самим легче. Не надо будет приделать. Много повторных расходов не будет. Так же? Приделать не надо будет. А кто больше всех на нервах потом ходит, когда что-то не так делят сотрудники? За их ошибки кто платит потом? В конце концов, хозяин бизнеса. Это вы платите. За все их недоделанные браки, недоработки, за то, что они сливают клиентов, за все это работает, можно сказать другими словами, за все это платите вы. Это вам не бесплатно обойдется. Это платно, ребята. И очень дорого, очень дорого обойдется.